штаб военных моряков здравствуйте меня зовут евгений александрович андрей евгеньевич а послышать евгений александрович что у меня свидание назначаете а причем тут свидание рыскин евгений александрович телефон который москва телефон у вас телефон не высветился которого нет времени скажите пожалуйста что вам так же не интересует телефон у вас у телефона высветился номер который вам не звонит а у меня телефон за тысячу рублей там не высвечивается ну и что там высвечивается номер не высвечивает когда вдруг высвечивает руку поднимает не обязана это делать Что я обязан вам делать? У вас телефон высветился. Мы с вами сейчас не по этому вопросу поговорим. Андрей Евгеньевич, могу слышать? Нет, такого правильно. Научитесь называть фамилию, то можете услышать. Я правильно, ударения здесь нет, не указано. А вы до четвертого класса в школе проходят ударение? А при чем-то четвертого класса? Вот поставьте ударение правильно, а то я буду... А то что будете? А то я вас в жопу пошлю. Да, это как-то у вас ситуация ваша обличка, если кого-то пошлете? А вы о чем? Или имидж повысите, статус свой, если кого-то пошлете? Вы о какой сейчас ситуации? Вроде взрослый мужчина, а ведете себе такой ощущение, как на той пятилетней ребенке. Ты мне ответил про вопросы. Разговаривайте, научитесь. Просите верификацию сначала. Контрольные вопросы. Что? Ну и ты? Контрольные вопросы такие. С Андреем Евгеньевичем. Фактически адрес проживания ваш назовите. Я же еще данные-то никакие не говорил. Кого? Ты мне свои сначала представься. Да, я представился. Представился. Если вы внимательно слушали, я представился. Представился, откуда я звоню. Вы слушаете, умеете? Ваши-то годы-то... Не контору вообще-то, а банк. Какой банк? Хом-кредит. Знаете, такой банк? Чего? Помните, помните такой банк? Впервые слышите? Да. Ну и... Ну... Я хотел бы Андрея Евгеньевича услышать, пообщаться с ним. Могу я услышать? Я знаю. Ты сходите. Мы с вами на ты-то давно перешли? Скажите, пожалуйста. Или вы себе позволяете в таком городе со всеми стыкать? Я сказал сходите. Я сказал сходите. А то, что вы сказали, мне безранье то, что вы сказали. Это интересно вам, то, что вы сказали. Я звоню не вам, а звоню на телефон Андрею Евгеньевичу. Хотел бы с ним поговорить. Прям на телефон? А кто вы? А? На телефон звонишь прям? На телефон звоню, конечно. На что я звоню? А звонок что ли? Ну у нас в этом самом, в нашем пригородах. Что в вашем? В наших пригородах так говорят. А при чём-то в пригородах? Телефон сейчас как позвоню. На телефоны? Ну это может в ваших пригородах, я не знаю. Я звоню на мобильный телефон. Ладно, вы отошли от темы, любезные. Вы что-то там кружите, мне мозг. Любезный? Любезный это не я ваш, любезный. Любезный у вас родственники. А я не любезный. Рассказывайте омегу, что вы бы хотели. Что рассказываете? Всё, что для чего вы мне позвонили. Вам это кому? Я же не знаю, с кем я разговариваю. Вы бы представились, с кем я имею честь общаться-то. Я должен представиться. Я представился. Вы представьте, с кем я разговариваю. А мы что сейчас? Или вас это затрудняет ответить на вопрос? Подожди. Ну а с кем я разговариваю-то? А вы кому звоните? Я вообще-то звоню на телефон Андрея Евгеньевича. А с кем я разговариваю, я не знаю. Представьтесь. Поднял какой-то мужчина. Ну, представьтесь. Я это обязан делать? А почему вы не обязаны это делать-то? А потому что... Мы с вами ведём диалог. Вы обязаны представиться, с кем я имею честь разговаривать. А я каждому встречному, с третьей, с третьей не обязан. Да. Да. Почему? Почему? Вы подняли трубку, вы должны представиться, с кем я имею честь разговаривать. Я иду, смотрю, телефон валяется. Взял, поднял. Да. Давно у вас телефон-то валяется там? Сказки-то вы думаете? А? Сказки-то давно вы думаете, да? Женщина там рядом, да, с вами стоит? Мама, наверное, ваша или жена ваша? А тебя это не должно волновать, они в том, где стоят. Ну, а мы с вами на ты-то давно перешли-то? На поступки на диалог. Перейдите. Давай, не отходи от темы. Говори, что ты хочешь побольше. От темы вы отходите, от темы разговоры. Я сказал, представьтесь, пожалуйста, с кем я имею честь разговаривать. Вы от темы разговора не отходите. Понимаете? Я задал конкретный вопрос. А мне с радостью. Конкретно жду ответа. Да. Все равно все-таки. Давно у вас такие проблемы-то, скажите, пожалуйста. Такие? Начались. Ну, вот такие, как вы разговариваете. А у меня проблемы? Вроде перед вами там женщина стоит, вы себе позволяете так хамить, разговаривать. Ты, потому что моя мама, учишь меня по утрам. Мы с вами на «ты»-то давно перешли-то. Уважайте собеседника в первую очередь. Женщину, которая рядом с вами стоит. Ее уважаете, как вы разговариваете. Вы же ты дружище. Паша, ты же учите меня. Я не дружище ваше. Дружище у вас есть, друзья. Я прошу конструктивно разговаривать. И общаться. Понимаете? Не к тебе, не к тебе, а вам конструктивный диалог поведите. Вы знаете, что такое конструктивный диалог? Когда человек общается вежливо, культурно. В зависимости от статуса и ранга. Вы себя возвышаете, понимаете? И общаетесь, как подворотни вот эти вот. Да, я и подворотни. Вы где, понимаете? Да. Ну, я что-то хотел дальше. Я что хотел дальше. Андрей Евгеньевич, я хотел бы услышать. Что дальше? Я не могу сказать. Я не могу сказать. Можешь ты слышать его? Что? Что вы мне не можете сказать? Я вас не спрашиваю, можете вы мне сказать или нет. Я спрашиваю, услышите его. Могу я? Откуда я знаю? То, что вы меня спрашиваете, могу я или нет. Это ваше. Я спрашиваю, услышать могу его? К доктору сходи, спрашиваю, можете услышать или нет. Проели слух? Я у вас спрашиваю, услышать его могу я? Услышать его доктор, что ли? Кто вы, доктор? Нет, я спрашиваю. Я тебе доктор, что ли? Откуда я знаю, что тебе можно сказать? А при чем тут доктор? А при чем тут доктор и услышать? Я вот это не пойму. Чем? Ты задаешь так вопрос. В чем сходство? Могу ли я слышать? Услышать, я говорю, а не слышать. Вы... Вышите. Ну, внимательно включите. Чего включить, внимательно? Слух свой, чтобы слышать, что вам говорят. А то вы только... Опять рекомендации. Вы не слышите и не слушаете. Услышать могу я человека, Андрея Евгеньевича? Ты уже его все слушаешь, достаточно успешно. А, я уже 5 минут его уже слышал. Вот здорово. 45 минут слышал. 5, даже 10 уже. 10, да. Ну, звоню я за банком кредита судебного отдела по поводу задолженности ваших перед банком. Два кредита, два долга. По одному долгу 33 906 рублей, 60 копеек, 2148 в день не производится выплата. По второму договору долг 69 464 рубля, 51 копеек, 2070 в день не производится выплата. Банк готовит документы для продажи долга сторонней организации. У вас есть 5 дней для того, чтобы в добровольном порядке разрешить данный вопрос. Ситуацию так будем разрешать? Как вы хотите так разрешать? А вы как будете собираетесь решать проблему свою? Я никак. И проблем-то много. И как вообще? Есть проблема. У вас долги. Как вы взяли чужие деньги, потратили. Возвращать не возвращаете. Ну, разве это мужской поступок, брать чужие деньги не возвращать, скажите, пожалуйста. Вы поставили свою подпись, что обязуетесь выплачивать. Вот документ был юридический. Поэтому вы обязаны выплачивать свои долги. Что документ, который написан тремя балбесами, это юридический документ какой-то? Который вы подписывали документ, он имеет юридическую силу, конечно. Это же договор. Кто сказал? И вы ставили свою подпись. Брали график, что вы обязуетесь своевременно вносить выплату. А вы не платите. Ну, хватит так, как вам вздумается. Поэтому банк требует возврата денежных средств в течение пяти дней. Но если выплаты не будет, значит будем продавать коллектор. Будет новый кредитор. Сумма долга будет увеличена. Но раза в полтора. Вы уже будете выплатить не банку, хомокредит, а сторонней организации. Ну, что вы будете там? Ну, вопрос, как решать будем с долгами? Вы же не только что варианты сказали, как вы его будете решать. Так и решайте. Я говорю, вы как будете решать вопрос с долгами? Ну, у меня варианты. Какие у меня варианты? Я не знаю, какие варианты вы можете предложить банку. Вы мне сейчас звоните. Предлагайте, я слушаю вас. Вы какие предлагаете варианты решения своих вопросов с долгами? Ну, я предлагаю посильный платежин 500 рублей в месяц. И что? 500 рублей в месяц. 500 рублей в месяц. 500 рублей в месяц вы можете в магазин с 500 рублей в месяц. Вам нужно возврат определенную сумму. Ну, вот видите, вам такой не подходит вариант. Ну, как? А почему вам должно подходить? Мы же вам не по 500 рублей выдавали деньги, правильно? Кредит. А давали полную сумму. Ну, значит продавать что-то из имущества. Реализовывайте. Что вы мне? Ну, я не знаю, что вы приобретали на эти деньги. Я не знаю. Плохо готовился к розовому. Надо было все пробить. Как плохо? Ну, я же не знаю, что вы приобретали на эти деньги. Я же с вами не присутствовал. А надо присутствовать. Когда вы деньги тратили? Вы живете где? В Орле? Я живу вообще в Москве. Радицы есть? Скажите, пожалуйста. Это лекарь приехал в Москву. Что, как я? Я нанялся на бабскую работу и мочишь, теперь сидишь по утрам. Что есть плохо? Я говорю, далеко ли? Ой, не там, далеко ли. Откуда ли из Москвы приехал, любезно? Любезно? А зачем мне, по-моему, в Орел-то приезжать-то? Тратить с вами деньги, которые вы берете, что ли? Смотрите, на что вы их тратите. Ну, типа того. Ну, нет, но это вы должны делать самостоятельно. Я выплачу банку самостоятельно. Что я сделал? Ситуацию так решать-то будем. Ну, как я понимаю, платить отказываете, да? Ну, нет, это твоя фантазия. Нет, это какая фантазия. Ну, тогда докажите, если вы не откажете платить. Каким образом? Выплату сделайте долгу-то вашему. Оплатите долги, если вы не отказываетесь. Говорите, то, что вы говорите, может любой человек, если я не отказываю. Вы действиями докажите. Вы же взрослый мужчина. Докажите действиями, что вы платить готовы и будете решать вопрос. В виде выплаты по коэдитному договору. То есть закрытие ваших долгов. Угу. Ну, ага. В чем проблема-то? Да нет, меня не грешит. Андрей Евгеньев, ну, как нет, проблема у вас в долгах, которые вы не возвращаете. Два долга, вы их не возвращаете. Как-то ты перепутал. Да я ничего не перепутал. По-моему, перепутали что-то в. Перепутал, пусто, вообще-то. Перепутал, да, чего я именно перепутал-то? О том, что у вас долги имеются, я перепутал. О том, что в скором времени с вами коллекторы будут работать, я перепутал. Да я это не пугаю, ходил мы поговорим. Да я это не пугаю, у нас в статье есть, 382-я, 384-я, от гражданского кодекса. Там прописано, что банк вправил сделать переступку прав требования. Сумма долга, поверьте, будет больше. Отдавать будете им, поверьте, отдадите. Сумму отдадите больше. Угу. Ну, вы этого хотите, Андрей Евгеньевич, для вас? Честно говоря, неудобно с тобой вообще не разговаривать. Да вы, по-моему, вообще неудобно никогда общаться с нами. Вот когда за деньгами пришли, что-то вам удобно было, время нашли. А как решать свои проблемы, так вы, как я понимаю, в сторонничку подходите. Находите тысячу отговорок, для того, чтобы банку не выплачивают его деньги. Вопрос, как решать будем с долгами? Как хотите. Поверьте, долги не прощаются. На ваше усмотрение. Ну, в смысле на наше усмотрение. Мы хотим на усмотрение в добровольном порядке с вами решить вопрос. Поверьте. И доводить ситуацию до коллекторов. Угу. А вы, что я понимаю, этого не хотите? Минуточку, повиси. Правильно? Минуточку, повиси. Повиси, минуточку. А от этой минуточки что будет зависеть? Хотим, чтобы ты там не разговаривал, потому что уроды. Все, да. Алло, вы еще здесь, Иван Иванович? Да, конечно, я здесь. Ну, а что? Что решили за эту минуту-то? Так вопрос будем решать. Некоторые люди польщики вас просто не хотят. Я вышел сейчас из квартиры. Что вы? Что, что, блядь, лечиться тебе надо, вот что. Вы на деловой, тон-то, перейдите на конструктивный диалог. Вы бы лучше так долги закрывали. Вы посылаете меня, вы себя мужиком, что ли, считаете, посылаете? Поднять. Ответьте мне. Мужики так себя не ведут, первое, что решать свои проблемы. И не прячутся за другие спины, понимаете? Решать проблемы. А вы не решаете своих проблем. Вы только языком готовы балаболить. А вопрос не решаете. Ну, действия, предъявите ли действия. Покажите, что вы готовы решать вопрос банком Комкредит. В добровольном порядке. Можете тебе сейчас танцевать. А какой порядок еще есть? Что сделать? Добровольный порядок есть еще какой-то. Добровольный то сделать, делать выплаты, закрывать долги. Еще какой-то. Называется добровольный порядок. Да вам уже предлагали рассрочку, вы не стали, сказали, я платить еще не буду. Ну, а как вы что, звоните? Подавайте в суд. А отсюда-то чего вы ждете? Даже если банк в суд, что отсюда-то ждете? Ты все знаешь, а зачем? Какие-то снисхождения суда ждет, все равно будете платить. Ты думаешь, сами интонациями ты меня заставишь или мотивируешь на что-то? Я не понял. Я говорю, во-первых, не ты, а вы. На деловольный то перейдите. А это какой? Не деловольный? На ты? Нет, это не деловольный. Деловой-то, когда вежливо разговаривают. Ну, хорошо. Извините, пожалуйста. И решает проблему. Извините, пожалуйста. Я буду разговаривать с вами вежливо, очень уважительно сейчас. Ну, вопрос. Вопрос. С долгами так решать будем. Как вы по вашему желанию, любезный? Ну, я вас спрашивал, как будем решать вопрос. Я не знаю, я же юридически неграмотный человек, поэтому старшие специалисты, а я же колхозник, я же сукарь восьмого разряда, там, пахарь, пекарь, там, все ту угол. А вы все специалисты и юристы, вот и решите. А, вот нам и решать. А вы в добровольном порядке вопрос не будете решать. А какой еще порядок есть, скажите мне? Порядок, а выплачиваете? Закрывать долги своими. Вот это называется порядок. Вы круживаете. Вы скажите, пожалуйста, есть добровольный порядок, а есть какой еще? А есть принудительный порядок. Что это значит? Принудительный, это когда банк либо продает двухсторонний организацию, либо передает документы в суд. Называется принудительное изыскание. Ну, а вы наше какое государство же? Юридичное, это правовое государство у нас, да? А правовое, только вы из-за возрушаетесь правовое. Не-не-не, я вас просто спрашиваю, зачем? Мне не надо вот это вот ваше по скриптам там рассказать. Я спрашиваю, у вас правовое государство? Правовое у нас государство. У нас есть тогда один выход. Даже не два, а один. Какой? В суд подать? В суд? А от суда-то зачем? Чего вы ждете от суда-то? Расскажите. Какая вам разница, чего я жду-то от суда? Ну, чего вы ждете от суда? Ну, зачем нам в суд подавать? Для чего? У нас правовое государство, как вы сами сказали. Ну, для чего? Ну, вы мне объясните, вы говорите, в суд для чего? Ну, такая практика. Такая практика. Практика? Если банк недоволен клиентом, значит он идет, бьется, а потом идет в суд. Бьется. Суд. По суду-то вы все равно поплачивать-то будете. Часть зарплата ваша, арест. Часть зарплата арестует. Имущество по пути черкассской планерной арестует. Да? Да. Да. За коммуналку платить не сможете, тоже счета будут заблокированы до тех пор, пока не будут выплачены долги. Вы этого хотите? Для вашей семьи? На нашу жизнь-то вы волнуетесь, извиняюсь. Я, конечно, переживаю за семью вашу в первую очередь. Чтоб вы остались со светом за газом, чтобы за долги не были, за коммунальные услуги. Ну, как вам сказать? И тем более ваш статус не портился. Вы же, как я понимаю, коммерческим директором работали в магазине «Свет и стиль». Что вы подразумеваете под статусом? Статус – это когда человек занимает определенную должность. Ага. Вот. И все остальные люди его уважают, да? Ну, знаю, и люди уважают. Ага. И на работу берут, на хорошую. Ага. Но должность у вас была коммерческим директором, вы уже работали, указывали в магазине. Ага. А своим отношением вы портите этот статус, понимаете? Ага. И что? Ну, ну, поэтому БАМ пытается разрешить с вами проблему. Разрешайте? Да. Ну. То есть, в добровольном плане порядка? Ваше прошлое визави, то есть, коллега у вас, да? Слушайте, дружище, послушайте сначала. Теперь я вежливо разговариваю, на ты не перехожу. Значит, предлагал, вернее, говорил о том, что меня сольют к какому-то коллеговскому агентству «Северный Кавказ». Какому-то коллеговскому агентству «Северный Кавказ». Она думает, что «Кавказ» — это такое пугательно-ругательное слово. Я говорю, что ты знал. Я был в Кавказе, видел много бородатых черных мужиков, они меня сейчас уже не пугают. Ты же не знаешь, кто я такой, или я был. И что у меня там написано в трудовой книжке? На заборе хуй написано. А нет там ничего, понимаешь, там дрова лежат. Так что «Северным Кавказом» посоветую больше меня не пугать, а то меня это раздражает. И я из принципов взять, если вы будете мычать и пугать, ты не на лоха попал. У меня есть юрист, который занимается всеми этими вопросами. Если тебя ответить, я знаю. Какими? Да вот с разговорами с такими долбоебами, как ты. Понимаешь? То есть вы позволяете себя еще оскорблять? Да не хватает, что ты там думаешь про меня. Статус, перестатус. Ну, во-первых, не ты, а вы, хорошо? Да ладно, какая жопа разница. Тебе денег надо получить, а ты не ты или вы взять. Ты решай, право не понимаешь. Вы на деловой, на конструктивный диалог, ты перейдите. Последний раз, прошу. На другую строчку скриптации, ты его соскочи. Я говорю, на конструктивный диалог, перейдите. Ну, конструктивный, да, откажите. Ну, во-первых, не ты, а вы. Понятно. Я не намерен дальше продолжать с вами общаться. Так научите общаться, вам перезвонят и пообщайте. До свидания. Я-то положу. Да положи. Здравствуйте, друзья. Это Кузнецов Дмитрий. Ну, в первую очередь, благодарю автора за данный ролик. Это тот человек, который имел удовольствие, удовольствие в кавычках, общаться с отмороженной чувихой с фунт-кредита, которая его в тюрьму все хотела посадить. Ну, он мне написал, просит прощения перед посетителями и слушателями за то, что он сорвался. Понимаете? Человек до такой степени корректный по жизни своей, хотя я так подозреваю достойный. Сам по себе и Рим, и Крым прошел. Ну, просто не хватало в свое время какой-то юридической компетентности. Был вынужден идти на поводу у этой публики. А сейчас он мне пишет, Дмитрий, извините за меня перед слушателями. Я сорвался, на резкость перешел. Понимаете? Человек считает, что это он на резкость перешел. Такую манеру общения с коллекторами можно назвать ласковой. По большому счету вы в комментариях мне напишите, как с ними нужно разговаривать. Понимаете? Человек достойный по жизни, устойчивый морально-психический во всех отношениях, за плечами определенный жизненный богатый опыт, в том числе, как я понимаю, достаточно суровый опыт. И вот эта публика пытается рассказывать подобным людям, не разбираясь, кто это человек, что это за человек, рассказывать, внушать, подсказывать, как они думают, как нужно себя вести, ну, как он сказал, по-мужски. Ты вообще понимаешь слово по-мужски, значение слово по-мужски, коллектор? Правильно тебе сказали? Ты сидишь на женской работе, и все, что тебя отличает от женщины, это только тембр голоса. Характер у тебя бабский, смелости в тебе ровно столько, сколько в крысе, причем в больной, зараженной какой-нибудь. Вот, какие эмоции можно испытывать коллектору, где бы он ни работал, в хоум-кредите или в любом другом банке. Друзья, вот такой ролик вашему вниманию. Пожалуйста, обретайте, обрастайте юридическими знаниями, чтобы не бояться вот этой публики. Смотрите наш канал, другие подобные каналы. Подписывайтесь на наш канал, кто этого еще не сделал. Конечно, если понравился лайк, лайк с вас ставьте, если ролик вам понравился. Ну и, само собой, в описании этого ролика есть все необходимые ссылки. Ссылка на нашу группу ВКонтакте, есть ссылка на наш сайт, где выложена презентация работы кредитных юристов. Это для тех, кто хочет стать нашим клиентом, обратиться к нам за юридической финансовой защитой, чтобы мы в профессиональном формате, раз и навсегда решили все проблемы с кредитами данного конкретного человека. Пожалуйста, посмотрите видео, сделайте правильные шаги, взвешенные решения, примите. На связи был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания АЛЯН. Всего вам хорошего, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok